Это невероятно красивое искусство, которое не знает возрастных ограничений и с легкостью преодолевает все границы. Этот спорт никого не оставляет равнодушным. Кому-то нравится классический медленный вальс, кому-то по душе более энергичная румба. Бально-спортивные танцы любят в нашей стране и на Кубани. И в нашем городе этот спорт очень популярен. Раньше танцы считались родом искусства. Сегодня принято рассматривать соревновательные бальные танцы как артистический вид спорта, который требует от танцора таких качеств – силы, выносливости, координации, гибкости, строгой самодисциплины и командного духа. Все это есть у участников открытого первенства Славянского района по бально-спортивным танцам в рамках Кубка Академия. Есть много танцоров, которые вне публики так не раскрываются, как раскрывают себя перед зрителями и показывают свой не только спортивный характер, физическую подготовку, но и артистизм, и умение показывать свои эмоции. Конечно, поэтому это нераздельно – танцоры и зрители. Более 400 танцевальных пар из 25 клубов из 11 городов трех регионов Краснодарского края, Ростовской области и Крыма приняли участие в этих соревнованиях. География увеличивается и нам получается проводить в большом количестве и достаточно сильном составе муниципальные открытые первенства. И наши пары из Славянского района также показывают очень неплохие результаты. Ну и благодаря тому, что у нас раз в год проходит вот этот традиционный турнир, уровень наших пар растет, у них есть определенный стимул. Уже в десятый раз прошли соревнования в рамках Кубка Академия. Спортсменов привлекают отличная организация турнира, качественное судейство и высокий уровень выступающих. Информация о этом турнире, положительные отзывы, они, скажем так, расходятся по югу России. И подключаются новые клубы, те, которые поддерживают идею, ну скажем так, открытого спорта, честного судейства. И вот в этом, наверное, заслуга именно той команды, которая работает на этом турнире. Европейские бальные танцы, в число которых входят вальс, фокстрот, танго и квикстеп, улучшают осанку и делают движения более грациозными. Они красивы и романтичны. Славянские спортсмены успешно выступали как в европейской, так и в латиноамериканской программах. Я занимаюсь пятый год, конечно же, люблю, это мое все. Я не знаю, с какой я уже рад здесь. Конечно, волнительно, боимся, но все равно очень нравится. По результатам турнира славянские спортсмены стали серебряными и бронзовыми призерами в европейской программе, а в латиноамериканской заняли второе и три третьих места в различных категориях. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.